Друзья, приветствую вас на просторах ютуба, с вами канал новости UFC и последние новости из мира единоборств. Ну и без лишних слов пристегиваем ремни и сразу приступаем к новостям. О тех, кто не в курсе, сообщаю, что Дэн Хукер высказался о своем предстоящем поединке с Парье так. Я не Хабиб Нурмагомедов, я буду разбирать Парье в стойке. Ну а вы, друзья, оставляйте свой прогноз на этот поединок. А вот Генри Сихуда готов поставить на кон свою девушку в поединке против Алекса Волкановского. «Если я когда-нибудь и вернусь в ММА, то за твоей головой. Карлик Переросток», – написал Сихуда в соцсетях, отвечая на заявление Волкановского о том, что Александр открыт для поединка с Сихуда. Далее тройной чемпион продолжил. «Ставлю свою олимпийскую золотую медаль, два чемпионских пояса и единственную и неповторимую девушку, что ты не выстоишь и двух раундов с тройным чемпионом». Приклонник Олена Александр Волкановский написал Сихуда. И, похоже, отставка бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Генри Сихуда не затянется надолго. Ну а далее российский боец Петр Ян дал прогноз на бой с Жозе Альдо, заявив, что до пяти раундов поединок не дойдет. Хотя он и готов к пятираундовой схватке. По мнению Петра, бой будет интересным, бескомпромиссным, но Петр все же думает, что фанатов ждет досрочная концовка. «Я нокаутирую Альдо, а после, конечно же, пожму ему руку», – заявил Петр. Экс-чемпион UFC Рафаэль Досаньос высказал свое мнение о предстоящем титульном поединке Камара Усмана и Гилберта Бернса и считает, что победит именно Бернс. Досаньос отметил, что «отлично знает Гилберта и уверен в его победе, и в этом поединке Бернс мотивирован и выложится на максимум», – заявил Досаньос. Фрэнсис Нгану может стать запасным участником титульного матча между Степи Меочичем и Даниэлем Кормье, который завершает трилогию 15 августа на UFC 252, предположительно, в Лас-Вегасе. Об этом сообщил Дана Уайт, подчеркнув, что обсуждает с Нгану запасной план к турниру и надеется, что в случае, если кто-то из бойцов не выйдет на поединок, Нгану выйдет на замену. Ну а далее, не знающий поражений, молдавский тяжеловес Александр Романов дебютирует на турнире UFC 251 в Абу-Даби 11 июля, а его соперником станет Марчан Тебура. Президент UFC Дана Уайт шокирован возможным уходом Аманды Нунес в отставку. Когда президент UFC слышит, что боец собирается завершить карьеру, он обычно поддерживает его в этом решении, но не в случае с действующей чемпионкой UFC в двух весовых категориях Амандой Нунес, которая на днях заявила о том, что, возможно, не вернется в октагон. Я ее убью, заявил Уайт с улыбкой в подкасте. Я буквально только вчера сказал Шону Шелби и Майку Мейнарду, что нам нужно построить для нее полулегкий дивизион. И теперь она говорит об отставке. Скажу честно, в ее возможном уходе нет ничего замечательного. Тут в пору свихнуться. Вы знаете, я всегда говорю бойцам, если вы говорите об отставке, значит вам пора. Но только не в ее случае. Это похоже на то, что я говорил Даниэлю Кармье, когда он начал всерьез задумываться об отставке пару лет назад. Также, по словам Уайта, в настоящий момент бразилианка является не только одним из самых высокооплачиваемых бойцов организации, но одной из самых высокооплачиваемых женщин в мире спорта. Ну а далее глава UFC назвал четверых величайших бойцов в истории ММА. И там нет ни Хабиба, ни Конора. Если мы говорим о горе Рашмор, где головы навсегда высечены в камне, то первым, без сомнений, мы должны назвать Хойса Грейси. Далее Аманда Нунес, величайший боец женского пола в истории. Она тоже должна быть там. Двух остальных выбрать трудно. Я бы назвал Джона Джонса. Парня никто не смог победить. Еще более невероятно то, что он остается непобежденным, несмотря на все то, что происходит с ним вне октагона. А номером 4 на горе Рашмор я полагаю, что должен быть Чак Лидл. В свое время он был самой большой звездой. Также Уайт объяснил, почему в его список не входят Андерсон Силва и Джордж Сен-Пьер, отметив, что эти парни оказали огромное влияние на свои стороны, но, к сожалению, на горе Рашмор только 4 места, заявил Уайт. Российский средневес Амари Ахмедов вернется в октагон 8 августа, а его соперником станет бывший чемпион UFC в среднем весе Крис Уайдман. Узнав эту новость, российский чемпион Хабиб Нурмагомедов обратился к Амари Ахмедову. Вперед, братка! Хорошая возможность заявить о себе, написал Хабиб. А вот наводящий ужас. Средневес UFC Юай Ромеро вернется в октагон в августе текущего года, а соперником кубинца станет американец Юрая Хоу. Ну а далее 8 августа российский тяжеловес Алексей Олейник возглавит мероприятие UFC, а противостоять удаву будет американец Дарек Люис. Ну и хочется сказать, что российский промоушен ACA приготовил фанатам тоже красочные поединки. За титул в полусреднем весе встретятся Мурат Абдулаев против Али Багова, а также проведут поединок Артем Резников против Юсуфа Раисова на UFC 110 5 сентября. Также президент ACA Алексей Яценко рассказал, что планирует провести бой Александра Емеляненко и Магомеда Исмаилова в Москве при зрителях. Ну а далее стало известно, что Хабиб Нурмагомедов стал совладельцем поставщика услуг связи ООО «Первый мобильный». Компания была зарегистрирована 7 мая в Москве с уставным капиталом 100 тысяч рублей. Ее основным видом указана деятельность в области связи на базе передовых технологий. С 15 июня Нурмагомедов, а также предприниматель Марк Горский, владеют 25% каждый, а учредителем компании ТВ и Телеком является официальный партнер компании Тел-2. И двигаем дальше. Российский боец Александр Волков сравнил Блейдса с Нурмагомедовым, заявив, «Я бы не хотел себя противопоставлять Хабибу и моделировать этот поединок, будто я дерусь против него». «Стилистически – да. Для обывателя так можно объяснять. Я дерусь против борца. Но Хабиб часто заканчивает приемами. А у Блейдса, по-моему, их вообще нет. Он полагается просто на прессинг», – заявил Волков. Российский боец Александр Емеляненко показал, что набрал массу. В прошлом году тяжеловес Александр Емеляненко схуднул до 105 килограммов, но теперь, похоже, решил вернуть былые кондиции и продемонстрировал впечатляющую форму, опубликовав пост «113 килограммов». Подписал Емеляненко это фото в Инстаграм. Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов отреагировал на видео «Забито Магомед Шарипова». В Инстаграм «Забит» опубликовал видео, в котором он вместе со своими друзьями провели необычную тренировку с камнями. Хабиб подколол одного из друзей «Забито». «Хасан, маленькие камни оставь», – написал Хабиб под данным видео. «Я борцовской группой. Без дела гуляли? Не потолк, а?» «Не, у «Забито» без дела не бывает. Вот Магомед, Магомедов тигр наш. Вот такой кроссвить. «Чисто на две краса. Побольше бери». Американский боец смешанных единоборств Кертис Блейдс жестко высказался в адрес UFC. Он считает, что гонорары бойцов должны быть выше. «Мне не нравится, что парни выходят воевать друг с другом, а получают за это по 12 тысяч за бой и 12 тысяч за победу. Это позор. Не хотите платить? Признайте это. И мы сделаем выводы. А так выходить, будто на нас мочатся, а называть это дождем. «Мы много получаем по голове, но мы не настолько тупы», заявил Блейдс. Ну а вы, друзья, оставляйте свои комментарии о заявлении Блейдса. Абиб Нурмагомедов анонсировал интересный проект с Магомедом, сделав обращение к фанатам. «Скоро мы запустим интересный проект с Резваном Магомедовым. Кто хочет войти в тему, но не в долю?» написал Нурмагомедов в своих соцсетях. Тренер Нурмагомедова Хавьер Мендес сравнил качество Хабиба и других своих подопечных. Кто лучший боец зала АК? Можно по-разному оценивать. Если учитывать преданность, стабильность, бойцовскую базу и так далее, то это Хабиб. При всем этом Мендес отметил, что если речь идет о способностях, то Даниэль Кармье в этом лучше. Он невероятно талантлив. Кейн Веласкес, Люк Рокхолд – все они невероятно талантливы. Фрэнки Шемрак был зверем. Канг Ли, Джош Томпсон. Но через двери зала проходят многие чемпионы. Но не у всех у них есть талант, сказал Мендес. Ну и на этом, дорогие друзья, наш выпуск подошел к концу. А вы оставляйте свои комментарии под видео. Не забывайте про лайки. Те, кто не подписан, подписывайтесь. Ну и до встречи в следующем выпуске. Всем мира и добра. Пока-пока.